Здравствуйте! Наконец-то мне дошли руки снять вам небольшое видео про мою новую досточку итальянскую. Вот она! Вот она! Ух, блин, тяжелая собака. Вот ее реальный размер, чтобы вы понимали, ну, как бы, обычное рабочее место человека, где-то полметра на полметра. Вот такой у меня квадрат, где я в основном работаю. Ну, как бы сейчас, на данном этапе, мне ее хватает. Вот так она ставится, очень удобно. Я ее ставлю вдоль мойки, то есть она у меня занимает очень мало места. Хотя она, на самом деле, массивная, тяжелая. То есть я могла бы ее ставить где-то так, вот, возле рукомойника, но я это не делаю. Я ставлю над мойкой вот так вот вдоль стены. Вот. Положу вот так. Вот. Ну, я вам сейчас для примера покажу вот мой поварской нож. Это, конечно, не Самура. Самура у меня еще впереди. Я вот планирую делать салат себе на ужин. Но я вам заодно просто покажу, как на этой доске режутся овощи. Ну, для примера, чтобы вы понимали, как бы, что место позволяет сделать несколько операций сразу. То есть мне достаточно... Вот, я нарезала перец. Вот, я сейчас нарежу огурец. Вот у меня огурец, вот будет помидор. Нож, кстати, я давно не точила. Скоро хочу купить точилку водную. Так что я вам обязательно покажу, как точить такие ножи, потому что у них особенность угол заточки. В принципе, он хоть и тупой, но я могу пока им еще резать. То есть вот, смотрите. Как бы вот салат. Ну, сейчас еще сыр потру, зелень порежу. Кстати, зелень могу порезать, чтобы вы понимали, как я режу зелень. Обычно все мои друзья от этой процедуры входят в какой-то раж, когда видят, как я режу зелень. Потому что я не режу, как режут обычные люди. Долгая, но я режу вот так. Ну, просто базилик у меня лежит несколько дней. Чтобы вы понимали, он уже не такой свежий, не такой хрустящий, зеленый, но не суть важна. Сейчас я вам покажу, огурцы попавлены. Так, вот так. Вот так я режу зелень. То есть какая-то там минута. И у меня есть очень мелко нарезанная зелень. Так, вторая часть. Быстро режу остатки салата сбоку, чтобы вы видели, как это все происходит. Я салат режу всегда крупно. Я не люблю, чтобы салат был мелко, потому что он такой невесомый. Вот для меня это все. Он должен быть такой, воздушной массой, чтобы можно было взять и чувствовать его на атом. И я никогда салат не дроблю. То есть вот салат. Огурец номер два. Доска, видите, как монолит. То есть доска вообще неподвижный, монолит, что меня не может не радовать. Второй помидорчик. Так, ускоряемся. Время не резиновое. Ой. Да, но все-таки нужно отточить, потому что помидор уже не так живо режется. Ну и остатки зелени. Показать вам остатки этого хардкора, как я рублю зелень. Вот этому искусству я вам советую научиться. Реально. Это просто скилл. Этот скилл нужно развивать. Развивайте в себе этот скилл. Это самый нужный скилл. Это быстрое нарезание зелени. Это что ж такое? Господи, к пальцам все липнет. Все липнет к пальцам. Блин, тут у меня дурацкая привычка. Я все время что-то напеваю. Вы меня простите или привыкайте. Я вот это вот... У меня вот этот рэп... Тарлям-тарлям. Это как чук сейчас. Что вижу, то пою. Вот и все. Вот, пожалуйста, вам. Была базилика и превратилась в черную массу. Все. В общем, надеюсь, я вам помогла. Вы поняли? Обязательно. Я к чему это вообще? Это все начала. Обязательно. У каждой женщины должна быть нормальная доска. Не вот эта вот. Не вот эта вот. Как на вот этом? У меня нож длиннее. Как я вообще на этом готовлю? Я ее выкину. Вот сейчас вот выключу камеру. Выкину. У меня даже вот эта моя доска, которую я качую по квартирам. Она уже, конечно, видела. Тоже пойдет по тутили. Я, наверное, еще куплю такого плана еще одну. Все. У меня, наверное, счастье мое будет беспредельно. Так что просто, люди, берите, берите все. Вот. Ну, надеюсь, вам это поможет. Вот. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok